3 августа 2020 года Находимся в Гороховском сельском поселении Это Верхнемамонский район Воронежской области Около здания администрации Сейчас здесь пройдут публичные слушания По изменению устава Проект устава будет рассмотрен, я так понял, с изменениями Все касается по земельным участкам По агроэко, на которых планируется строить свинофермы, свинокомплексы Мы были уже на суде Ну, теперь вот почему в прошлый раз поехали, когда суд был Потому что планировались тоже публичные слушания, которые были перенесены на 3 августа на 10.00 Вот сейчас мы находимся Здесь вот уже граждане подъезжают, подходят Известные всем, активные И сейчас пойдем в актовый зал Я прочитал На сайте Гороховского сельского поселения Была размещена информация О публичных слушаниях Вот она, эта информация Заявление Значит, вот Совет народных депутатов будет принимать решение И вот информация О публичном слушании Которое как раз сегодня и состоится Ну, сейчас заходим в здание И идем Узнавал На эти слушания Иван, а куда же мне деваться? Так, вот в этом зале будут Публичные слушания Зал заседаний Вот флаг висит Сейчас придут, наверное, народные депутаты И будем Здесь Рассматривать вопрос принятия изменений в устав Так, идем к главе сельского поселения Не знаю, как фамилия и имя Но я думаю, сейчас представится Мы дадим вопросы как раз А ее нету, да? Ключик Мужчина Семеном Сергеем Иванович Семеном Сергеем Иванович Иванович Нет на месте А, вот так, да? Все Понятно Что тут? Здравствуйте Регистрация, да? Здравствуйте Здравствуйте Официальное заявление Идите, пожалуйста Распишитесь Потому что Так, сейчас я очки Я вас записала в кондукторах Вы же меня обращались Поэтому я же провожу Да, да Подписывайте Антонна Семеновна будет, нет? Заявление Подписываю Будет Мератично Расписывайтесь У меня Проложили Думаю Так И доступки Так Сегодня 03 Вы какое заявление подаете? Заявление на выступление Будете выступать, да? Да Выступление по заявлению? Да Понятно Что, могут отказать? Ну, вообще Как бы не планировать Никто кому отказать Я понял Ну И летел Ну Все Тогда ждем Сейчас 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 Так А вот интересно График График Проведения Юридических Консультаций Граждан Юристом ГК Агроэко Вот это да Интересно Агроэко Прямо в самом здании Администрации Проводит Консультации Для граждан Причем Вот так вот Вот какие Интересные тут вещи Происходят А еще и кабинет Здесь Внизу как раз А там может быть На месте А вторник Пятница Еженедель Нету Сейчас на месте Эх жалко А то бы мы На консультацию сходили Интересно Бесплатно Или платно Так Это что Это армия тут Это какие то Кубки почему то открыто Стекло Не понятно Кубок один Кто то забрал Всякий Военный служба Контракту продвигает Военную службу И информация Различная Для граждан Ну а юрист Юристы Как говорят Сидят на первом этаже Пойдем сходим посмотрим Может на месте Вдруг Неурочное время Так идем В кабинет юриста Вдруг на месте А то консультация Срочная Понадобилась Проконсультироваться Нужно Нету да Все четко По вторникам только Прием ведется Это случайно не та Светлана Игоревна Которая Которая На суде Была А почему По вторникам Написано так А публичное слушание У нас по изменениям По ПЗЗ Ежедневно Они должны Знакомить Население С экспозицией Нет Людей Только По вторникам И пятницам Написано Почему то Вот так Это случайно не та Вот юрист Аносова Светлана Игоревна Которая на суде Была Не знаете ее Имя чуть не помните Я не помню Нет нет По моему она Фамилия у нее другая Много у них юристов Целый юридический штат Серьезная организация Куча юристов Даже консультация Граждан в здании Администрации Оказывает Ничего себе Ну как тут может быть А мы А мы еще говорили Про связь космическую Да Оказывается не космическая Даже А вполне земная Обычная связь Вот она связь Вот она связь И установлена Нами только что Было Так За что голосовали За свинарник За свинарник Вы за строительство Да Понял А почему Именно Считаете что Принесет пользу Считаю что Будут рабочие места И люди будут Ухили Понял А можете представить Как ваше имя отчество Зачем Ну если хотите Можете имя назвать Нет Не хотите Екатерина Екатерина Понял Житель вы Коренной Села Горов Понял А сейчас рабочих мест нет Сейчас негде Работать людям Негде Негде да Моя дочь Фермерство завела А свое личное Личное Только сейчас Ну личное лучше наверное Или как Очень тяжело Ну конечно Чтоб соблюдались Только нормы все Соответственно Очень тяжело Ну на свинарниках 25 коров Представлю У нее 5 детей Маленьких Я понял да А то бы она устроилась бы туда На свиноферму Да Получала зарплату Если бы А так трудно Да А не будет ли вам Фирма Агроэка Как раз именно Мешать Не знаю Вашему домашнему Как сказать Фермерному Хозяйству Бывают люди Это получится прямые Ваши конкуренты Есть люди которые За вас оказывается У нас коровы А у них сидишь Что? Это каждого права Что они нам могут мешать? У них свиньи У нас коровы У нас свиней нет Ааа Вот так Понял да Ну да Другие животные Понялось Ну подождем посмотрим Да Вы пришли на публичеслушный? Я вообще не знала Нигде Ни вывесок нету Ни чагу Ни объявления Все по-тихому да У вас тут проворачивает дело Не знаю я Что это Но вы к юристам Агроэка Ходили уже на прием Нет сюда хоть раз Были тут Встречали с ними не раз Нет А к вам подходили Агроэка представители Ничего Никогда Глаза не видели Или видели их Нет Просто сами по себе Подумали что Как бы Ключики Я сейчас скажу Что? Нельзя разговаривать А нельзя да Понял Ну ладно Хорошо посмотрим Все Прошло? Да Все Говорит выключите камеру Тогда скажу Так не буду Что там Да Вопрос Пойдемте Женщина говорит Выключите камеру Тогда скажу А так нельзя разговаривать Эть Почему? Когда все честно и прозрачно Нельзя на камеру сказать Значит Все так Не просто так Все Что тут? У меня пабличные туши Я не то что даже не открывала Ага Так Да Хорошо А хорошо Хорошо Посмотрю Так В пятницу нам не предоставили документы Все хорошо Для ознакомления с проектом Изменения Все я вас записала От меня нужна будет только справочка И все Да То есть Мы его не видели И нам его не предоставили Предоставили сейчас Угу А должны были когда заранее? Естественно Проект должен быть за 30 дней Чтобы можно было ознакомиться Посмотреть Ознакомиться То есть вот это проект Да? Вот Ого Это устав Это устав Это устав А это вот Проект так называемый А Никакого проекта Просто Решение Все Все Спасибо Нету Это проект Я отпустила сейчас на публичное слушание Понимаете? Это когда уже Так Давайте В данный момент Слово Вот видите О проекте изменений и дополнений в устав В данный момент сейчас Это слово проект Сейчас пройдут публичные То есть он еще пока в разработке Да Только если сейчас проходит публичное слушание Все нормально И получается будет теперь О Внесение изменений и дополнение устава Все изменения Все статьи И все вот То что вносится во все части изменения Все в данной ситуации прописано А почему гражданам не представили Они говорят за 30 дней Они просили Требовали Ну мы в пятницу А вот смотрите В пятницу мы были Нам не дали А Не у вас просили Я не могу А у этой женщины просили Нет Была другая Ну она же В комиссии Я понял То есть она ничего не может сказать Была Илюхина Ольга Владимировна Да Александровна Она В вашем отсутствии Замещали Вас И она находится Я не могу сказать Что здесь у них Ирина Юрьевна Да слушайте Она находится вот в членах рабочей группы Правильно? Да И каждый член рабочей группы Должен быть компетентен в том Что проводятся публичные слушания По какому вопросу И они должны консультировать И должны как от зубов Должно отскакивать Если люди интересуются То есть Илюхина Как член комиссии Включенная в рабочую группу Не ответила нам ни на один вопрос Полтора часа Полтора часа Здесь провели Мы просто говорим ситуацию Вам претензии Да Наверное не к этой женщине А жаловаться Руководителю Да Потому что действительно Она не может отвечать за нее Все правильно Тем более она замещает Ну Может такой специалист Ну это понятно Что она наверное нарушила Что-то Какие-то положения Надо по этому жалоб писать письменно Или сейчас На публичных слушаниях Об этом говорить Правильно? То есть надо доводить до главы Глава знает уже, нет? Есть немножко да Вы до главы доводили? Да До сведения его Как бы я-то здесь Или пока нет Теперь Теперь Ну вот сейчас можно довести 23-го числа Мы пришли на публичные слушания Мы пришли на публичные слушания Глава здесь все как положено Вывески 23-го июня Ирина, а Вы сказали что Их отложили на 0-3-е Ну они Вы же видели данный проект Я точно сейчас не скажу Еще наверное с начала лета И данные публичные слушания Переносились у нас даже табличка висела На этих Когда объявили карантин Массовые мероприятия Значит 17-го числа Мы сдавали Вернее Мы приходили на комиссию По поводу Кандидатов в депутаты Да Где Вы принимали участие Да На информационном сцене Где не висело ничего По поводу Ну как же не висело Валентина Васильевна Ну Вы же потом взяли Ксения Ну зачем Вы так говорите Уже На следующие Последующие дни Я поясняю Вам Все бюллетни Вывешиваются Не строго У меня установлен Закон Не висели 17-го Варина Павловна Что Вы такое говорите Не было правда Не было Ну если в данные бюллетни Я тогда вешаю Вы забираете То я извините Не могу отслеживать это Периодически Поэтому Валентина Васильевна Вы в данный момент Мне еще бюллетень Даже по генеральному плану Не принесли Который Вы взяли А на данный момент Не совсем умеренные Вопрос Стоял Об Публичный Выносился На публичное слушание Публичное слушание Решение Номер 19 От 10-го года От 10-го Валентина Васильевна Сейчас путаете Я только что сейчас разговариваю Вы путаете У нас в данный момент Сейчас идут публичные слушания По уставу То что решение Принималось О положении Публичных слушаний Это не публичные Это было решение Совета Народных депутатов И оно уже утверждено Посмотрите внимательно Все решения На сайте У меня есть В данной ситуации Вносятся изменения в устав Правильно Вы У вас в данный момент У вас в данный момент У нас все решения Разрабатываются Люди Я понял Много лет У нас все решения Верхнем ОМОН И жители села Верхнем ОМОН Имеют К моему Огоруху Как им жить И исключили Из статьи 10 Валентина Васильевна Верхнем ОМОН Жители сопредельных Территорий Представляют Верхнем ОМОН Вы Нарушаете Убираете Юридическим отделом Который Не имеет отношения Какого К моему Умнению Я доверяю Такого Я принимала Верхнем ОМОН Вот это решение 8 июля За номером 17 Об утверждении Положения О порядке организации Проведения общественных Обсудений И публичных службов Какое отношение К данному мероприятию Сейчас имеет Сейчас Потому что вы ввели Людей в заблуждение Кто Мы сказали Что будет решаться вопрос Кто Вы Валентина Васильевна Не знали Вы же на камеру сейчас Такой говорите Зачем Вы Вы Это делали Сегодня вот Я Виктору Митрофановичу Только что объясняла Когда он приехал Почем у нас Публичное слушание В данный момент Когда вы ко мне приходили И спрашивали И брали Я вам объяснила Все то что написано Слово О проекте изменений После проведения Публичных службов Я вам задавала вопрос Я вам задавала вопрос Ирина Юрьевна Ирина Юрьевна Я вам задала вопрос Да Вопросы будут решаться По решению Номер 19 Десятого Ноль восьмого Десятого Да Будут решаться На публичных службах Я вот поэтому Все разговоры с вами Нужно записывать Записывайте Как такое могу И с вами И с вами все разговоры Теперь будут записываться Я Человек Понимаете Работаю в администрации Я не знаю Начиная с публичных слушаний А 23 Ну покажите мне тогда запись Где я вам такое сказала Если у нас данный вопрос Решает Вы сказали Все Вот это переносится На 3 августа Валентина Васильевна Слово О проекте изменений Дополнений в устав В этом и звучит Что данные изменения Будут только по уставу А решение Про которое вы мне сейчас говорите К данному мероприятию Не имеет никакого Совершенно отношения А почему 23 числа Вы об этом нам не сказали? Ну как же я вам не поздравляю Я вам что-то задавала О чем будут у нас публичные слушатели Ирина Я вам задавала вопрос Вот эти вопросы Остаются На решение 19.10.10 года Не надо мне сейчас вам сказать Ну правда Написывай Я буду тоже теперь с вами Наверное записывать все разговоры Потому что Все Я вам разговаривала Все Потому что вы молча Вы молча Как мобильные операторы Все разговоры записываются Да это действительно молча По руководствам Юридического отдела Ну не по требованиям населения Вы выполняете все их требования Вы же знаете тоже все законы Почему Почему вы нарушили требования населения И изменили решение Я являюсь депутатом Я имя депутатом И изменили решение И убрали И забыли И убрали А туда 還有 сопредельной территории Ответите мне Я являюсь депутатом Я являюсь депутатом Вы не поместила население Я член комиссии по уставам Марина Павловна Вы сколько путаешь А это что вы смотрите сейчас пожалуйста А это что вы смотрите сейчас пожалуйста Ирина Мы с Мариной Павловной Приходим практически ежедневно сюда И от вас мы сегодня впервые слышим, что этот вопрос не будет стоять на публике. Мне даже по мобильному телефону звонили, я все четко разговариваю. Так, а вот дерево экзотическое. Рядом с этим деревом и под таким подподобным деревом любит стоять заместитель главы Верхнем Омонского района. Да, я так понимаю, что в данном положении... Вот под таким деревом оно растет. Вот решение Виктора Митрофановича. Здесь тоже оно растет. Нет, а принято. А нас об этом известили. Ну это депутаты решают. Вы напишите жалобу. Вы сейчас задайте вопрос нашим депутатам, но я, к сожалению, не являюсь депутатом. Я всего лишь работаю главным специалистом. Я понимаю вас. И решение принимаете. Дайте, пожалуйста, мне. У вас же есть это решение депутатам или нет? А вот оно у вас в руках. Виктор Митрофанович. А скажите, пожалуйста, мне. В смысле? Я же вам выпустила. Как вам нужно его еще раз делать? А мне? Это вы выпустили в Валентинске? Нет, а я вам сегодня утром распечатываю. А, так я еще не заходил. Да, вы почитаете. Все там есть. Виктор Митрофанович, да. Так, а у вас в Гороховке масочный режим отменили уже, Ирина Юрьевна? Отменил. Отменил уже. Да? Местным советом депутатов? Нет. А чем? Кем? Законом. Губернатор уже отменил? Да. Все, понял. А когда? Ну я сейчас не могу точно сказать. Что-то, по-моему, не отменяли. А почему вы тогда без маски? У меня порвалась. И меня тоже. Да? Покажите порванной. Я могу не показать. Не, вы пока не приняли уже решение. Надо одеть тогда. Почему вы не надеваете маску? Вы тоже же вошли в учреждение? Я порвалась. Могу показать. Я же говорю. Вот, показываю. Ну, вопрос к вам был. А вы переключились. Вы же должны пример показывать. Правильно? В администрации. Я сейчас нападем вниз. Сейчас я зарегистрирую. В Гороховке отменен, оказывается, масочный режим. На местном уровне депутаты. Все решает. Александр Иванович расписался. Разрешайтесь, давайте. Это вы сдаете еще жалобы куда-то? Да. Давайте. Все, прием. Ну, тут замечание предложено. Оно у вас не порвано, видите? Как не порвано? Вот, порвано, видите? Привязал. Так. Куда это будет? В совет? И в совет народных депутатов. Или в администрацию? Что же у нас в комиссии стоит? Председатель рабочей группы, совет народных депутатов и... Рабочей... Как это? Так... Оп, находится... Находится... Не в масках почему-то. На губернатора плевать. О благодарности выражают. И хорошо. Неуважение губернатора проявлять, да? Ну, со стороны чиновника. Вы же чиновник, нет? Ирина Юрьевна. Конечно. Вот, видите? Чиновник без маски, но нехорошо. Некрасив. Так, ладно. Может депутаты хоть в масках будут, да? Я думаю, сейчас все проедем. На главе это прекрасное занятие. А, понял. На главе нету. Ну, посмотрим, ладно. Так, что тут? Разобрались? Устав вам дали. Все, ознакомиться с проектом, да? Несение изменений. Сейчас какие-то заявления тут пишутся, да? Замечания. Замечания. А, уже предварительные замечания, да? Подаете по проекту, да? Да, по принятому положению Совета народных депутатов о том, что они без... Главе от Министерства на сельском поселении. Горобина, Гороховка, муниципального... Так, ладно, в 10 часов, да? В районах? Да. Здесь что? Ага. Хорошо. Вернее, вон он сказал. Новый за строительство свинокомплекса. Можете подсказать? Я не буду. А почему? Ну, как бы. Ну, за или против? Ну, это мое мнение. При себе оставить? Да. А у Ситровки за или против? Я тоже оставлю. Тоже за. Я в данный момент житель Гороховки, поэтому... Хотите быть патриотом, остаться, да? Когда отвечать, Ирина отвечает все правильно. Я житель Гороховки. А когда изменяют положение, выбирают статью номер 10, Она говорит, ну, я ж ничего не знаю. Ну, я не знаю. Это же юристы нам все делают. Это же юристы нам все присылают. Валентина Васильевна, я не являюсь депутатом. Я вам еще раз говорила. Данное решение принимали наши депутаты. Поэтому, думаю, что я задать вопрос к администрации. Понятно. На улице они там... Нет, не надо. Нет. Ну, а когда строительство начинается-то, свинокомпульс примерно? Я не могу не сказать. Я не знаю. Тоже не знаете? Нет. Может, глава вам пояснит. Я не могу сказать. Я не знаю. Ну, там соблюдением хоть будет все, как положено. Ну, конечно. Вы контролируете как-то? Конечно. Ну, понял. Ну, ладно. То есть, не будет ни экологической катастрофы, да? Никакой другой. Ну, то есть, никак не повлияет на экологию. Я не могу. Может, нет? Вонять хоть будет у вас, нет? В селе. Тоже не могу ничего сказать. А далеко это вообще от села? Ну, да. Сколько километров примерно? Ну, от центра, скажем. На выезде где-то? Нет, это в полях. А, в полях? Да. Ну, то есть, от домов это далеко достаточно? Ну, приблизительно, да. То есть, не будет ощущаться? Ну, лежание наше место, да. То есть, как бы. Да, и радиус 8 километров, где шланги будут сливать так называемое удобрение. А куда они будут сливать? На поля. На поля? На свои, на их? На наши. На ваших? На людей, на пои. Вот это да. Вот радиус 8 километров, где будут шланги лежать и сливаться, и, как они говорят, что закапывается культиватором в поле. А как же с таким количеством, более 100 тысяч свиней? Это как от переработку, да? Переработку предприятия строить по отходам. Конечно, должны быть очистные сооружения обязательно. Вода в достаточном количестве. А то будет так же, как в Нижнем Мамоне, вонь по всему. Там от коров, да, везде, где только можно. А здесь 100 тысяч. А тут будет от свиней, да, у вас? Там полторы тысячи крупных. А тут будет 100. А тут 100. Если 4 тысячи свиноматок, это каждая свиноматка. Гороховская сельская посередине он приносит. Задохнётесь, то есть, тут всё будет. Ветер подует. Я понял. Ну, да. Ну, вы же сами будете дышать-то этим дерьмом, Ирин Юрин. Или вы не будете, будете в маске ходить, соблюдать закон. Они не думают за это. Они думают за семью, сиюминутную выгоду, которая будет сегодня. А что будет завтра и что будет потомкам, они об этом не думают. Ну, а деньги куда эти от продажи-то пошли? Принимают решения за население. Деньги куда? В каких участках? Ну, они же купили участок агроэка. Ну, вообще-то их купали на сколько. Ну, они купили. Тройки они на своих будут участки. Нет, сначала они были в аренде, потом купили, правильно? Я не могу вам сказать. Ну, они хоть на дело пошли или в карман кому-то, не знаете? Я не могу такое сказать. Не глава там себе там положил? Нет. Нет? Я понял. То есть, на дело, да, наверное, тут на развитие, да? Нет, я не знаю. Это немножко земельный вопрос, это не моё. Я могу немножко не купить. А, то есть, вы в этом, как бы, не знаете эту информацию, да? Да. Вы по своему направлению, я понял. Так, ну ладно. Есть хоть деньги на развитие, да, села пошли от покупки? Как думаете, пойдут граждане, жители? Какие-то чего? Ну, земельные участки. Ну, как жителям они могут пойти, если это... На развитие села. На развитие села. Абсолютно нет. Нет? А куда они? Инвестор приобрёл для себя участки. Хотя, по закону... Ну, у вас же приобрёл у жителей, получается, как бы. Подождите. Ну, в смысле... Общее имущество. А как он мог приобрести, если 93% иностранного капитала? Что это за компания, где 93% иностранного капитала и вдруг покупают российскую землю? Где это, в каком законе Российской Федерации это прописано? Скоро будет у вас иностранных государств здесь? Будут в евро всё? Ну, только для этих целей. И покупается, наверное. Поэтому следственные органы пока... Ничего? В Европейский суд уже может сразу подавать. Минули наши суды за то. Я отвечаю на этот вопрос. Президент... Здравствуйте. Президент тоже не обращает на это внимания пока, Владимир Владимирович. Поэтому, как может 93% компаний иностранного капитала покупать российские земли? В законе написано, могут брать только в аренду. Где у нас аренда? А может, там провернули через другую компанию? Почему наши чиновники позволяют вот это делать? А может быть, через другую приобретено? Наверное, хорошую зарплату получают по этому? Нет. Может быть, там не через Агрег основной, а может быть, какая-нибудь ООО «Рогайкопыта» приобрела? Ну, это ж вот чиновники местные наши позволяют это делать. Чиновники района это позволяют делать. И все службы административного ресурса. Но чиновников-то района мы видели, как они бегали. Это мы видели. Ни на один вопрос не ответили. И чиновники в области, наверное, заставляют наших чиновников это делать. Они под козырек это все выполняют. Если наш глава, Семенов Сергей Иванович, по факсу, получив заявление от компании Агроэко, расписывается Косыгин, печать Агроэко Восток. А Косыгин директор Агроэко Менеджмент. Ирина Юрьевна, подтвердите. Менеджмент. Или опровергните. То есть подписывает один человек одной организации. Печать стоит другой организации. Сергей Иванович под козырек выпускает распоряжение за своей подписью о проведении публичных слушаний. И пошло и закрутило. То есть бардак полный, да? Этот бардак уже год и восемь месяцев не прекращается. Уже в декабре будет два года, где наши власти и компания Агроэко просто катком идут по населению. Так, нам не пора идти. Под шумок, наверное, хотят минуя граждан, как считаете, нет? Конечно, если решением номер восемнадцать отменили десятый пункт и нарушили права сопредельных территорий граждан. Я понял. Хорошо, пойдемте тогда. Посмотрим, что же там будет. Так, почему-то без масок люди ходят. Наверное, масочный режим отменили уже. В Гороховке местным каким-то постановлением. Тут указы, наверное, не работают, да, губернатор? Я так понимаю, Серега. Ну да. Свои местные законы. Так, здрасте. Здравствуйте. Положение, они принимают его без публичных слушаний и проводят, и со дня публикации от 16 июля, они, значит, пишут, что вступает в законную силу. То есть, они обходят нас всех, кидают нас всех, наши депутаты. А принимают на заседании? На заседании Совета, на сессии Совета народных депутатов 8 июля. Положение они это приняли, нас опрокинули. Это 23-м. А памятник не какой, об изменении. Да, о изменении и внесении, там, наполнений, изменения в устав. То есть, свою консультацию... Так, это граждане нашлись, вернее, пришли с определенных территорий. Верхним ОМОНом, как они сказали. Да. Оказывается, в соответствии с положением их тоже были обязаны уведомить о публичном слушании. Вот они пришли, говорят, никто не уведомил. Ну, наверное, случайно узнали от жителей, от других. Здесь же небольшие территории все передается. Как виноваты, в основном, 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 в основном. Вот, так и обновлено. О громкой связи все узнали, и вот присутствуют здесь. У нас нас туда есть, и еще сейчас будем обжаловать решение Совета народных депутатов. И все это вот на плечи населения. И теперь эти депутаты снова выдвигаются в новый созыв. Опять депутатами с какой совестью? Добить нас? Имеют полное право. Имеют. Ну, надо, наверное, я не знаю, не довели, я что-то знаю. Они имеют полное право, так же, как имеют усиление по полной праве. Мне понравилось вчера, что... Население тоже имеет полное право. Уголовое поселение за... Дальше мы режем в год в год. 564 рубля. Да, и пить в год. Рабли 6 564 рубля за плата уголового поселения Дороковского. Вот это мы не будем высчитать, эти чужие деньги, стоить не нужны. Вот у нас там специалист по земельным вопросам Июхина, который тоже в комиссии находится. В пятницу нам не показали ни проект, о чем рассматривается. То есть она некомпетентна в этих вопросах, почему-то оказалась, хотя она член комиссии. Повторяем. Повторяем у них несколько раз. Полтора часа она нас продержала. Повторяем. 3 августа вот она положила это решение. Номер 17. С ней надо говорить вот непосредственно. Что? Ну они же идут сюда. А я тебе скажу, что мы идут. Вот она так боится уже. Будет вопрос стоять на публичном слушании к решению номер 19, статья 10. Да, 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 все будет. Вот тебе, пожалуйста. Оказывается, они от 16-го уже все порешили. Уже поступил закон. Это хорошо, что как они поступили, значит, в нарушение. Ну, то есть, получается, это же созыв депутатов. Он просто работает на уничтожение и на прокидывание насилия. А это 75 лет так и не будет. Да. Ну, все, как и всегда бывает конец синий. Мой дядя родный. Живя в Новохотерском районе, был депутатом такого. Так, это кто пришел? Член комиссии Илюхина, Ольга. И представитель земли. Тоже Илюхин? И инспектор по землепользованию и застройке Гороховского сельского поселения. То есть, самый главный специалист по земле, да? Да. Как раз. Который все вопросы, в общем, можно задать. Отменили, нам сказали. Вы же сами слышали. Мы же неграмотные люди. Сказали, отменили. Ну, что нас в администрации говорят, значит, знают. Может, Гороховки у них местным этим советом. Спасибо. Ну, а как там, хоть сильно, скажите, вонять будет после постройки свинокомплекса? Вопроса нет. Ну, вонять будет сильно в селе, нет? Не знаете. Свинокомплекс, когда построят. Вы же депутат? Розный штроп. Да? Куда подует? Да. И как? Под каким углом, да? Понятно. Ну, а вы за строительство вообще? Не подскажете, что как депутат за строительство? Вы депутат, да? Нет, я не депутат. А, вы специалист просто в администрации, да? Я просто специалист в администрации, да. И как служащая администрация, я, соответственно, не могу давать вам никаких комментариев. Скажите, вы за или против? Комментарий простой. Ну, то есть, за развитие животноводческого хозяйства или против? Подбежание конфликтов и интересов я не хочу никакие комментарии давать вам на храм. Ну, у вас свое мнение есть? Есть свое мнение. Вы можете его выразить. Ну, а зачем его выражать? Ну, вы готовы к жилищной службе? Не уверены в своем мнении, или что? Дело не в этом. А что? Зачем мне нужен конфликт интересов? С кем? Ну, вообще, люди между собой все равно, спорный вопрос. Ну, подождите, вот есть за, кто есть против. Подожди, пожалуйста, житель. Вы чувствуете, что он есть, может, житель. Вы можете мне как мужчина помочь? Нажался, конечно, без вопросов. Без проблем. Сейчас помогу, конечно. Вообще вопрос. Вот так. Видите, уже и подрядили меня. Скоро зарплату будут платить, наверное. Будут так же заседать. Засяду там и буду решать. А вы регистратор занимаетесь или чем? А, людей, да? Уважаемые участники, суперечные слушатели, спрашивайте, пожалуйста, пройди на регистрацию в порядке очереди. Прямо как в аэропорте. Металлоискатель скоро поставим. Так, друг за другом подходят. Жители, такой порядок, видимо. Ну, регистрируется, кто пришел. Так, документ, все. Я понимаю. Она не взяла, дорогая, не рейдера. Так. Вы что, не первый раз сейчас будете? Вы что, не каждый раз? Ну, не взяла. Главное, я бы на славниках прочитала про это. Так, все это дело там нужно. Только по документам строго. Все четко. Это тут вам не просто так, да? Тут работа с документацией. Тут надо всех зарегистрировать, все, чтобы было как положено. Все по уставу.